Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодня у нас день пива и мы будем варить бельгийское нефильтрованное светлое пиво Хугарден. Будем варить из набора предоставленного нам интернет-магазином Экозвар. Услугами интернет-магазина Экозвар пользуюсь уже 4 года. Пользуюсь очень успешно, интернет-магазин с удовольствием рекомендую. Всегда очень быстрое обслуживание и качественные пивные наборы. Я буду варить из пивного набора, который купил в интернет-магазине Экозвар, но расскажу о всех ингредиентах. У кого нет доступа к такому пивному набору, получат полный набор ингредиентов и получат рецептуру приготовления. Сам же пивной набор доступен для заказа в Украине. Ссылку для заказа я размещу в описании видео. Стоит 370 гривен за набор. В набор ходят полностью все ингредиенты для приготовления аналога Хугардена. То есть естественно мы будем варить аналог пива Хугарден, потому что мы будем варить по рецепту. А в следующем видео я сделаю дегустацию и мы сравним настоящий Хугарден и тот, который сварили мы. Как я уже сказал, набор доступен для заказа по Украине. Стоит 370 гривен. Из него мы получим 25 литров пива. 25 литров готового продукта. Что делает нам цену за литр пива? 15 гривен или 7,5 гривен за бутылку. Согласитесь, это значительно отличается от цены в магазине. При этом вы сварите свое живое пиво без консервантов и по практике домашнее пиво по рецептам каких-то именитых производителей получается значительно вкуснее, чем оригинал. Ну вот у меня всегда так получается. Сколько мы с друзьями пробовали, экспериментировали, ставили оригиналы, ставили сваренное по рецепту пиво. Сваренное по рецепту всегда получается вкуснее. Для приготовления нам понадобится сам набор. О ингредиентах я сейчас расскажу. Пивоварня. Если нету пивоварни, можно использовать обычную кастрюлю. Я использую полуавтоматическую пивоварню и автоматику для поддержания температуры, для контроля за температурными паузами, которые собрал сам из китайских деталей. Также опционально нам понадобится чиллер для охлаждения сусла. Если чиллера нету, то первое свое пиво я варил в обычной кастрюле, вот в такой вот. Только побольше у меня есть, там литров на 35 такая выворка огромная. И охлаждал его просто в ванной с холодной водой. То есть так тоже можно, если вы начинаете и хотите сварить первое свое пиво, не обязательно сразу покупать все оборудование. Можно сделать все это минимальными, так сказать, потерями. Я сейчас расскажу как. Также желательно вот последнее время я варю пиво в таком мешке для затирания. Хоть у меня и пивоварня оснащена двойным дном, но все-таки с мешком работать значительно удобнее. Но это мое личное мнение. Кстати, мешок тоже покупал в интернет-магазине козвар. Для приготовления хугардена, аналога хугардена или пива по рецепту хугарден, нам понадобится солод верман пшеничный 2,5 килограмма, солод верман ячменный 2,3 килограмма и солод карамельный 200 грамм. Также мы используем хмель, 20 грамм хмеля traditional и специи, как я уже говорил, гвоздика, кориандр и апельсиновая цедра. Можно использовать свежую апельсиновую цедру. То есть, если... Ну, я все количество ингредиентов на 25 литров пива размещу в описании видео. Для осветления сусла будем использовать ирландский мох и будем использовать новозеландские дрожжи М20. Стартовая температура затора для этого рецепта пива 65 градусов, поэтому я включаю свою пивоварню, включаю нагрев и устанавливаю автоматику на 65 градусов. Понадобится нам 20 литров воды в основной емкости и 10 литров воды нам надо нагреть еще отдельно. Я грею на электрической плитке до температуры 75 градусов для промывания дробины. Что касается воды, очень рекомендую для приготовления пива не использовать обычную водопроводную воду. Покупайте... Ну, у меня скважина 55-метровая, поэтому у меня вода практически артезианская, из нее пиво получается очень вкусное. В городских условиях покупайте воду у поставщика воды, воду, которая прошла фильтрацию методом обратно-осматической фильтрации, то есть обратного осмоса. Ну, в 25-литровых баклажках таких продается, ее привозят на дом. В крайнем случае покупайте воду в пунктах фильтрации воды, но очень нежелательно использовать обычную водопроводную. Итак, нагреваем нашу пивобарню до температуры 65 градусов. Вода нагрелась до нужной нам температуры. Приступим к затиранию. Помещаем в нашу кастрюлю мешок для затирания. Если вы варите в обычной кастрюле, то этого можно и не делать. Все равно придется солод перемешивать. И отправляем сюда весь солод. И тот, что у нас не поместился в мисочке. Затираем при температуре 65 градусов в течение 60 минут. Первая температурная пауза у нас 60 минут. И смотрите, если вы варите в обычной кастрюле, достигли нужной температуры, нагрев выключили, солод перемешали хорошо и накрыли каким-нибудь одеялом. Каждые 15 минут перемешиваете солод и контролируете температуру. Если температура падает, на некоторое время включаете газ для того, чтобы поддерживать температуру. Вот такой вот алгоритм. Он, на мой взгляд, самый простой, самый удобный. А если варите в автоматической или полуавтоматической пивоварне, то вот процесс, как бы здесь циркуляция воды происходит за счет циркуляционного насоса. И солод отлично промывается, при этом нормально ферментируется. Поэтому, друзья, продолжим через 60 минут. Через час проведем йодную пробу. Для этого набираем немножко сусла и капаем сюда капельку йода. Йод не должен менять цвет. То есть, видите, он остается таким же оранжевым. Значит, весь крахмал переработался в сахара. Можно поднимать температуру до 72 градусов. И следующая температурная пауза у нас будет длиться 15 минут. Еще один важный момент. Если вдруг у вас крахмал осахарился не полностью, то есть, если йод меняет цвет, становится немного фиолетовым или синеватым, значит, первую паузу надо перемешать сусло и первую паузу продлить еще на 15 минут. После этого провести следующую йодную пробу. Через 15 минут поднимаем температуру до отметки 77 градусов. И после достижения температуры 77 градусов варим при этой температуре еще 5 минут. Через 5 минут можем останавливать нагрев и приступить к фильтрации сусла. В первую очередь сливаем все сусло через краник. Солод в мешке не трогаем, не перемешиваем. Он образует на дне фильтрующий слой. Если у вас нет краника, надо поступить по-другому. То есть, если вы варите просто в кастрюле, извлекаете мешок, переливаете сусло в емкость какую-то, мешок опять сюда помещаете и заливаете горячей водой. Таким образом, 2-3 литра горячей воды хорошенько перемешиваете, опять мешок извлекаете, опять сливаете. Таким образом, нам надо собрать в районе 27-28 литров сусла. Когда сусло практически стекло, начинаем промывать дробину прямо в мешке горячей водой. Температура воды должна быть 78-80 градусов. Таким образом, промывая сусло, вымывая из него сахара, надо нам добиться того, чтобы в емкости у нас собралось 27-28 литров. Потому что в результате варки варить мы будем 80 минут. За 80 минут у нас литра 2 выкипит и как раз останется 25 литров уже пива. После того, как нужное количество сусла собрано, извлекаем мешок из котла и переливаем сусло обратно в котел. А вот этот вот солод, который уже использованный, сваренный, его очень любит домашняя птица. Если у вас или у соседей есть куры или какая-нибудь другая домашняя живность, они очень с большим удовольствием потребляют этот солод. Далее накрываем сусловарочный котел крышкой и включаем нагрев на максимум. Нам надо, чтобы сусло как можно быстрее закипело. Но внимательно следите, когда будет закипать, не отходите очень далеко, потому что в момент закипания оно будет очень сильно пениться. Если этот момент прозевать, то эта пена у вас будет в радиусе двух метров вокруг того места, где стоит котел. Как только сусло начинает закипать, убираем нагрев на минимум. То есть если готовим на огне, то газ. Если на плитке, то нагрев. Если с теном, то тоже мощность тена. И оставляем сусло кипеть на 80 минут. Важно, чтобы оно не сильно бурлило, потому что если будет сильно бурлить, будет подниматься пена. Засекаем время. Через 20 минут, то есть первое у нас внесение будет сусла, это на 20 минуте кипения хмель. Пока сусло варится, проведем две операции. Первое. Запарим ирландский мох в любой емкости. Заливаем примерно 50 миллилитрами кипятка. И второе. Продезинфицируем бродильную емкость. Я для этого использую стерилизатор, который, кстати, тоже покупаю в интернет-магазине Экозвар. Очень удобная штука. Пищевой стерилизатор. Засыпаю в емкость ложечку стерилизатора и заливаю литр воды. После этого тщательно встряхиваю емкость, промываю саму емкость стерилизатором, промываю крышку и промываю гидрозатвор. Кстати, стерилизатор потом можно слить обратно в бутылку и использовать несколько раз. Допустим, потом простерилизовать бутылки, в которых будет проходить карбонизация и выдержка пива. На 20 минуте кипения внесем в сусло хмель и оставляем вариться еще 40 минут. На 60 минуте кипения добавляем сусло кориандр. Предварительно я его размял прямо в пакетике. Просто вот так вот взял ложкой и на столе подавил. На 65 минуте отправляем в наше сусло апельсиновую цедру и гвоздичку. Варим еще пять минут. На 70 минуте кипения отправляем в наш котел ирландский мох, который мы запарили предварительно. Он свяжет и осадит белок, который содержится в нашем сусле. Также на этом этапе можно погрузить чиллер, чтобы он немножко проварился и тем самым продезинфицировался. И продолжаем варить еще 10 минут. Через 10 минут выключаем нагрев и можем приступить к охлаждению. Запускаю чиллер воду. Если нет чиллера, просто емкость помещаете в ванную или в какую-то еще большую емкость с водой, чтобы максимально быстро охладить. Я включаю циркуляцию воды, но можно также просто время от времени помешивать, чтобы быстрее охладилось. Охлаждаем до температуры 22-23 градуса. После того, как сусло охладилось, перельем его в емкость для брожения. Переливать следует именно вот таким вот образом через краник, чтобы пока сусло льется, оно насытилось кислородом. После того, как перелили сусло, внесем дрожжи. Следует заметить, что если дрожжи вы собираетесь использовать, допустим, вы купили набор для приготовления пива или купили ингредиенты и дрожжи не собираетесь использовать сразу, их лучше хранить в холодильнике. Рассыпаем дрожжи по поверхности сусла и даем им регидратироваться примерно в течение пяти минут. Через 10 минут хорошенько перемешиваем сусло. Дрожжи полностью размокли. Перемешиваем вот так движениями снизу вверх для того, чтобы дрожжи распределились по всему объему сусла. Ставим под гидрозатвор и оставляем на брожение. Брожение аналогов у Гардена. Кстати, такой аромат у пива потрясающий. Я представляю себе, какое оно будет готовое. Брожение занимает 10 дней. Через 10 дней пиво надо будет разлить по бутылкам на карбонизацию. У меня на канале есть видео в разделе алкоголь, как правильно разлить пиво на карбонизацию. И еще по прошествии 20 дней, то есть всего через месяц, наш аналогов у Гардена будет готовый. Как только пиво карбонизируется, я сниму отдельное видео. Причем я куплю бутылочку магазинового Гардена. И мы с вами сможем сравнить. Я расскажу, какой на вкус получился этот. Насколько он отличается от магазинного. И вообще, как бы, насколько, насколько хороший, правильный рецепт. Поэтому, друзья, увидимся через месяц в следующем видео, что касается пива. Ну и, собственно говоря, как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео. А мы с Ларисой будем для вас снимать сыры, колбасы, ну и пиво с водкой в том числе. Всего доброго, пока!